Производство канала BestBody А спонсор данного выпуска Сайт BodybuildingRussia.com Спортивное питание от производителей Цены ниже рыночных Не будь дрыщом, переходи по ссылке в описании Совсем не сложно Узнать в этой пижаме Роберта Дауни-младшего Самого богатого актера Последних трех лет Да какая разница, сколько он заработал денег Главное, как он это сделал Ведь этот голливудский мачо Понравился зрителю не только из-за своей харизмы И отличного чувства юмора Но и из-за своих выходок Очень уж непростой человек Этот Дауни-младший С самого рождения А сейчас ему 51 год Роберту несказанно повезло Он родился в семье актрисы и режиссера И любимый папочка даже назвал его в честь себя А затем, чтобы с самых ранних лет Приучить Роберта к настоящей актерской жизни В 6 лет дал ребенку покурить марихуаны И даже свою первую роль Роберт сыграл в фильме у собственного отца Это был далекий 1970 год И он исполнил роль больной собаки В фильме «Загон» И его первой репликой в мире кино стало «А почему у тебя на яйцах не растут волосы?» Когда мальчику исполнилось 10 лет К воспитанию сына Папа добавил и образование Отдал Роберту учиться в Центр Исполнительных Искусств На отделение балета А когда Дауни исполнилось 13 Отец, видимо, в мерах воспитания Развелся с женой И увез сына в Калифорнию В итоге, прожив 17 лет В лучах славы и отцовской любви Роберт посылает папочку в одно место И отправляется в Нью-Йорк Где сходу устраивается работать на ТВ Но зачлось парню за все эти годы унижений Первой же серьезной работой для Дауни Оказался фильм «Меньше чем ноль» 1987 года Где Роберт сыграл наркомана За что получил положительные отзывы критиков И кто бы мог подумать Что для Дауни эта роль станет пророческой Ну а пока шли годы И никаких выдающихся ролей он не играл Но в 92 году Дауни наконец сыграл кумира своего детства Чарли Чаплина И все, что вы слышали до этого Полная фигня Этот момент становится поворотным для него Роль удается ему так блестяще Что Дауни выдвигает номинанты на Оскар Критики называют его Самой многообещающей звездой Голливуда И как вы уже догадались Он пускается во все тяжкие Вы готовы? Ну смотрите сами Начнем с того Что он начинает тусоваться в полицейских участках Пьяный Дебоширит Все это мелочи Я согласен Но В 96 году Когда обычный полицейский Останавливает машину За превышение скорости До этого Погнавший за ней Несколько десятков километров Ну с кем не бывает Обнаружил в ней Абсолютно обдолбанного К тому же Полностью голого Который страшно махал руками Выгоняя из машин Воображаемых крыс Угадайте кого? Бинго! И если тот случай Еще как-то сошел Дауни с рук То следующий Когда он В состоянии полного Невминоза И опять же голый Забрался в окно Чужого дома И лег спать В детскую кроватку Этого ему уже не простили Что бы с ним сделали За это в России Не хочу знать Но в США Роберта Дауни младшего Приговорили К 16 месяцам Тюремного заключения И принудительному Лечению от наркомании И конечно же Это ему Не сильно и помогло Но все это Ничто По сравнению с тем Что испытывал сам Роберт Серьезные режиссеры Обходили его страной Боясь Что он сорвет съемки И свое переживание Он заливал виски И это был замкнутый круг Но в нашем мире Есть сказки И с добрым концом И помогла Роберту Не волшебная фея А Мел Гибсон Который прошел Через все это И считал Что парня Нельзя хранить заживо Он уговаривает Режиссера фильма Поющий детектив Взять Дауни на роль И эта идея выгорела Он был хорош И даже не пил Во время съемок Ну а видя его усердия В борьбе с собой Ему снова подсобила судьба В следующем фильме Готика 2003 года Он неожиданно Встретил большую любовь Которая окончательно Изменила его жизнь Сьюзан Левин Была продюсером картины Вот что рассказывает Сам Роберт Поначалу она меня ненавидела Думала я простой Жалкий нытик Однажды Она мне все это высказала Назвала меня Мрачным типом И ни на что Негодным пессимистом А я тогда подумал Ну и стерва Интересно Какой у нее номер комнаты После того Как они поженились Дела у Роберта пошли в гору Шерла Холмс Железный человек Эти роли В которых теперь Невозможно представить Другого человека Уже в 2010 году Журнал Тайм Назвал Дауни младшего Одним из 100 Самых влиятельных Людей мира Я очень благодарен Сьюзан С ней в моей жизни Появился порядок Я занимаюсь Боевыми искусствами Теннисом Пилатесом Изучая восточную философию Все это Помогает мне Контролировать Темную сторону Моей натуры Сьюзан живет Настоящей жизнью И чтобы быть рядом С ней Мне тоже надо было Мучиться жить В реальном мире Теперь я влюблен И чувствую себя Любимым И это лучше всего На свете А теперь Несколько горячих фактов И вот вам сразу Повод Для разжигания Войны и ненависти В комментариях Актер часто Говорил про себя Я Бисексуал Эксцентрик Роберт Дауни Младший Умеет играть на гитаре Ударных И фортепиано Несколько лет Он занимался Балетом И танцами Он поет И даже успел Выпустить альбом С песнями Собственного сочинения И исполнения Талантливый человек Талантлив во всем Роберт Умеет профессионально Делать Точечный массаж Шиацу Как-то раз В 2003 году Роберт Дауни Младший Ехал на машине В состоянии Наркотического опьянения Увидев закусочную Бургер Кинг Решил купить себе Бургер Но на вкус Тот показался Настолько отвратительным Что Дауни Прозрел И понял Что необходимо Менять свою жизнь Первым пунктом В новой жизни Был отказ от наркотиков Это звучит Как сценарий Из фильма Но после инцидента С бургером Дауни младший Отменил наркотрип С друзьями И вместо этого Поехал в сторону моря Когда приехал на место Вдыхая чистый воздух И слушая шум волн Он понял Что готов Отказаться от наркотиков Он собрал всю наркоту Что была при нем И выбросил ее в воду Роберт Дауни младший Семь лет встречался И жил с Сарой Джессикой Паркер С 84-го по 91-й год И он бросил ее Да-да Ту самую Джессику Паркер Из секса в вашем городе Поколение постарше Наверняка хорошо помнит ее У Роберта двое детей Сын Экстон 2012-го года рождения И дочь Эйври 2014-го Также от первого брака У Роберта есть сын Индио 93-го года С которым он поддерживает Тесные отношения Но просто копия отца Не правда И на мой взгляд Один из самых трогательных моментов Его биографии Как-то раз В образе Тони Старка Актер подарил ребенку протез В виде руки Железного человека Такими вот интересными Получились 50 лет жизни Роберта Дауни-младшего Конечно Были как взлеты Так и падения Но он как Феникс Восстал из пепла И конечно же Если вам понравилось это видео Поставьте лайк И не забудьте подписаться на канал Если же нет Напишите комментарий Что не так Или поставьте дизлайк На этом на сегодня все Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok